Здравствуйте! Вы на канале из бисера и сегодня я хочу вам показать, как можно сделать вот такие вот маленькие красивые анютины глазки. Значит, вот этот цветочек я делала из обычного китайского бисера. Внутри вот здесь темно-фиолетовый и светло-фиолетовый бисер. Эти цветочки я делала из чешского бисера. Вот розовый. Можете посмотреть, если кто захочет именно этот цвет. Нумерации. Вот такой вот желтенький. Это вот такой вот цвет. И вот такой вот. Это вот такой вот цвет. Вот такой вот номер. Это ни в коем случае не реклама этого бисера, так как в основном я работаю с китайским бисером. Это просто я показываю для того, чтобы вы, если захотите сделать именно вот такую вот цветовую гамму, знали, какой бисер на нее взять. Ну что ж, приступим. Для одного цветочка нам понадобится 5 лепестков. Два одинаковых. Вот такие вот. Плетутся так, как мы плели на фиалочке. Внутри 5 бисеринок, петелечка, и вокруг нее еще 2 полных петли. Таких листика нам нужно 2 штучки. Также нужно 2 вот таких вот листика. Значит, для них мы берем черный бисер, берем отрезок проволоки, у меня где-то сантиметров 35, я потом лучше лишнее обрежу. Набираем 5 черных бисеринок. Я буду делать розовый цветок, как вы уже поняли. У меня в композиции будет 2 розовых и по одному других цветов. Вот 5 бисерин. Делаем петелечку. Скручиваем на 2 оборота. Теперь набираем 3 бисеринки черного цвета. Берем розовый, набираем розовый бисер. Набираем не до конца, чтобы нам хватило, а хватило, чтобы нам так, чтобы с другой стороны мы добавили тоже 3 черных бисеринки. Вот сейчас примерю, наберу 3 бисеринки и посмотрю, нужно еще добирать розовые или нет. Нет, вот у меня прекрасно ложится 3 бисеринки. Делаем 2 оборота. Теперь набираем снова 3 черных бисеринки. И снова потом набираем розовый бисер так, чтобы нам хватило дойти не полностью до второго края. Оставить место на 3 черных бисеринки. Вот я вижу, что мне будет маловато розового. Наберу еще 3 розовых. И теперь пробуем набрать 3 черных бисеринки. Вот набрала 3 черных, у меня закрывается ряд. И теперь скручиваем уже до конца. Обрезаю лишнюю проволочку. И вот эти 2 ножки скручиваем вместе. Вот такой вот листик у нас получается. Таких листиков нам нужно 2 штучки. И еще нам нужен вот такой вот этот центральный листик. Берем проволочку. И здесь мы набираем 3 черные бисеринки в начале. Делаем из них петелечку. Знаю, что это будет довольно сложно таки. Но постарайтесь. На 2 оборота. Вот у нас получается вот такой вот элемент. Теперь набираем 3 черных бисеринки. Дальше мы повторяем все точно так же, как и в предыдущем листочке. 3 черные бисеринки, розовый бисер до той поры, чтобы осталось место с другой стороны еще на 3 черные бисеринки. Я думаю, весь процесс я показывать не буду, чтобы не занимало много времени. Суть, я думаю, вы поняли. Сейчас быстренько сделаю листик и будем работать дальше. Ну вот, я сделала вот такой вот листик. И сейчас нам нужно его просто вот так вот прижать. Как бы сплюснуть немножко. Он у нас круглый. Серединку я поднимаю вот эту 3 петельки немножко вверх. Вот, надеюсь, что вам видно, она торчит. А вот эти петельки вот так вот сплюскиваем. Вот у нас получается такая вот петелька. Теперь нам понадобится еще серединка. Серединка я перепробовала. Разные серединки. Но мне больше всего понравился вот такой вариант. Набираем 3 бисеринки на проволочку. И параллельным плетением к ним еще 3 бисеринки подтягиваем. Вот этих 2 хвостика скручиваем вместе. Вот такая серединка у нас будет. Еще у нас будут листики. Листики я показывать не буду. Просто расскажу. Обычная петелька. Маленькие листики. Петельки сейчас скажу. Одна из 3 сантиметров. Другая из 4. А листик самый большой у нас будет. На ось я набирала 3 сантиметра бисера. И делала 2 полные пары дуг. Заостренный вверх, округлый вниз. Бутончики показывать не буду. Это обычные 3 петельки. Просто тоже разной длины. Здесь длина на маленьких бутонах 1,5 сантиметра. Здесь 2,5 сантиметра, по-моему. На больших 2,5 сантиметра. Сейчас покажу. Нам еще понадобится чашелистик. Покажу сейчас, как его сделать. Если кто смотрел мои видео, где мы делали клубничку, то там мы такие чашелистики делали. Но если кто не смотрел, покажу. Набираем на проволочку 6 бисерин. Оставляем здесь хвостик. Какой там небольшой. 3-4 сантиметра. Одну бисеринку. Вот. Забрали. Через следующую проходимся проволочкой по обратную сторону. 3 бисеринки пропускаем. Набираем на длинный кончик 3 бисеринки. На этом кончике пропускаем 3 бисеринки. И в последнюю заводим проволочку снова. И затягиваем. Вот что у нас получается. На цветочек нужно таких 5 листиков. На бутончике я делала по 4 вот таких вот маленьких листика на чашелистиках. Снова 6. Набираю 6 бисеринок. Здесь уже стараюсь их делать плотненько один возле другого, снизу. Поэтому убираю одну бисеринку. Следующую прохожусь обратно проволочкой. Вот. Придержала и хорошо затянула, чтобы здесь вот они были рядышком внизу. Набираю 3 бисеринки. И прохожусь проволочкой в самую последнюю бисеринку, которая в конце. И затягиваю. Сейчас сделаю так еще 3 листика. И будем собирать наш цветок. Ну вот я сделала вот такой вот чашелистик. Сейчас уберу лишний бисер. Берем серединку. Берем самый большой вот этот наш листик. И прикручиваем к нему нашу серединку. Теперь беру вот этих 2 листика, которые у нас тоже с черным. Подкладываю их как бы чуть-чуть снизу. И прикручиваю. Сначала 1, потом 2. Теперь 2 с другой стороны. Теперь берем листики, которые чисто розовые. И прикладываю я их вот так сзади. Как бы уже снизу под наши вот эти листики, которые с черным. Маленькие. И прикручиваю тоже поочередно. 1 и 2. Теперь чуть-чуть закрываю флористической лентой. Совсем чуть-чуть, чтобы закрыть вот здесь проволочки. И прикрепить чашелистик. Под самые наши лепесточки. Вот закрыла чуть-чуть. Теперь беру чашелистики. Приматываю сначала один кончик к стволу. И теперь вот так вот по кругу обвожу. Хорошо. И приматываю вниз другой кончик. Чашелистики подправляю вверх. Вот так вот это выглядит у нас с нижней стороны. Теперь беру флористическую ленту. Буду закрывать ствол и попутно присоединять листочки. У меня вот три листика. Первый, который маленький, самый будет где-то вот здесь. Потом будет второй листик. Ну и где-то вот так вот будет еще один самый большой листик. Сейчас еще кусочек возьму, пройдусь вот здесь, снизу хорошо, под последним листиком и вниз, чтобы хорошо скрепить вот эти проволочки. Вот наш цветочек вот так вот изгибаю, чтобы он смотрел нам сюда вперед. Чуть-чуть подправляю листочки. Ну вот такой вот цветочек у нас получился. Теперь буду соединять все цветочки. Беру проволочку и внизу здесь вот буду их скручивать вместе. Теперь берем цветочек, который мы сделали, прикручиваем. Теперь голубой цветочек, так чтобы у нас два розовых не было рядышком. И вот этот наш розовый. Чуть-чуть потом все это еще вот так вот расправится. Один из бутончиков розовых от этого цветка я как бы перенесу вот сюда его, к этому цветку. Сейчас скручу, еще подровняю, подрасправлю немножечко. Закрою здесь вот где проволочками скручивала, флористической лентой. Вот такой вот букетик у меня получился. Сейчас немножечко его вот так вот расправлю. Ну вот так вот выглядит мой букетик анюток. Сажать я его буду вот в такую вот формочку. Я уже вам их показывала. Для миниатюрных работ моих они мне очень подходят. Ну что ж, на этом пока все. Я разведу алебастер, посажу в горшок свои цветочки и потом с него покажу, что у меня получилось. Ну вот, такой вот букетик анюток у меня получился. Его можно разворачивать в любую сторону. Со всех сторон здесь у нас цветочки, бутончики. Вот такая вот маленькая прелесть. Высотой получилось 11 сантиметров. Вот для сравнения спичечный коробок. Приблизительно посмотреть высоту. Ну вот, а на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч! До свидания!